В следственном комитете по горячим следам раскрыто убийство пенсионерки, произошедшее вечером 16 июля на улице Школьной. Тело погибших оборовчанки обнаружили пожарные, которых вызвали соседи погибшей. Убийству предшествовал деликатный взрыв газа. Масштабных разрушений он не повлек. Подозреваемой в этом деле стала 35-летняя дочь женщины. Свою вину она признала и даже рассказала, почему накинулась на мать с ножом. Дочь пенсионерки вела разгульный образ жизни. В тот вечер женщина попросила свою мать дать ей денег на алкоголь, но та ответила отказом и даже попыталась преградить дочери выход из квартиры. Между потерпевшей и подозреваемой возникла ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла один удар ножом по телу потерпевшей. Потерпевшая попыталась выскочить на балкон и позвать на помощь, но подозреваемая настигла ее около входа на балкон, нанесла второй удар. Последний удар стал смертельным. Убедившись, что мать не дышит, женщина решила замаскировать преступление под несчастный случай, от которого могли пострадать все жильцы подъезда. Подозреваемая с целью скрыть совершенное убийство сняла с себя одежду, замочила ее в ацетоне, затем зашла на кухню, открыла газовую комфорку, включила электричество в доме и скрылась с места преступления. Скопившийся в квартире газ полыхнул около четырех часов утра. Соседи внимания на хлопок не обратили. По-видимому, в ранний час люди спали слишком крепко. От него в квартире закоптились стены, а в ванной воспламенился растворитель. Подозреваемая выдала себя сама. В шесть часов утра она вернулась к дому. Сейчас женщина находится в следственном изоляторе. Обвинение ей будет предъявлено по статье «Убийство». С места происшествия Марина Муратова, Анастасия Кузьмина и Константин Пестерев.